Всем привет! Меня зовут Никита и в сегодняшнем видео у нас вторая часть по плетению из резиночек вот такого замечательного фиолетового мишки. Если вы еще не видели первую часть, там где мы с вами начали плесить такого медведя, сплели лапки, обговорили все материалы и также сделали глаза, то ссылочку я оставлю в описании под видео. И вообще все ссылочки на все части будут в описании под этим видео, когда все части выйдут. И если вы хотите сплести такого мишку, то пожалуйста, перейдите по ссылочке на первую часть плетения такой замечательной фигурки. А сегодня у нас вторая часть продолжения плетения такого мишки. Лапки мы с вами сделали. То есть все заготовочки у нас с вами готовы и приступаем к плетению головы и туловища. Плетем вначале голову, проплетаем в кольцо у мигуруми 6 резиночек. Так, давайте приступаем. Прокручиваем в три оборота первую резинку на крючок, плету первую петлю, продеваю через три оборота вторую часть, накидываю на крючок и левую резинку продеваю через правую. Снова заложим по три оборота крючок. Аккуратно. Так, у меня эти резинки скользкие и из-за этого не сильно удобно имя плести, но все-таки реально. Так, заложим крючок по три оборота, проплетаю вторую резинку. В следующий раз заложу по три оборота крючок, проплетаю третью резинку. Далее проплетаю четвертую, пятую и заключительный раз заложим крючок, проплетаю шестую резиночку. Беру клипсу и накидываю на резинку, которая у нас на крючке. В следующем ряду мы проплетаем по схеме. Вначале делаем прибавление, потом две резиночки по одной, прибавление и две резинки по одной. Смотрите, как мы это плетем. Заложу крючок под первую петлю и здесь у нас по схеме идет прибавление. Проплетаю первую резиночку и в эту же петлю заложу крючок, проплетаю вторую резинку. Это мы с вами сделали прибавление. Далее в следующую петлю заложу крючок у нас идет одна резинка. 1 следующая петлю за уже крючок у нас 1 далее следующую петлю за уже крючок здесь у нас идет прибавление проплетаю первую резинку и сюда же пропитая вторую резинку и далее следующую петлю 1 резинку и следующая а также одно резинку так мы с вами провели этот ряд в делу нас восемь резиночек править его акрессу и следующему ряду мы с вами дело снова прибавления в этом ряду про пытаем прибавление 3 резиночки под но прибавление и три резиночки по 1 присыпаю в первую петлю проплетаю прибавление первая резиночка и сюда же 2 далее проплетаю следующую петлю одну далее следующую петлю одну и далее следующую петлю также одну резинку следующую петлю за уже крючок и сюда мы проплетаем прибавление первую резинку и сюда же вторую и далее до конца ряда проплетаю по одной резинки 1 2 и 3 так проплели ряд перевешиваю клипс очку далее следующие два ряда мы пропитаем без изменений по 10 резиночек в каждую петлю один ряд я пропитал с вами а следующие выбор петель самостоятельно так начинаем 1 резиночку далее следующую 2 речь 4 5 6 7 8 9 и 10 заключительную петлю перевешиваю клипсу и следующий ряд мы проведем по аналогии точно также проплетите его пожалуйста самостоятельно я проплела этот ряд и теперь смотрите что мы делаем нам надо набить с вами нашу голову берем чуть-чуть наполнителя и набиваем так как у нас голова маленькая то соответственно наполнителя нам сильно много и не надо и смотрите наполняйте таким образом голову чтобы она у вас была такая вот не круглая а немножечко овальная потому что мы с вами таким образом делали прибавление чтобы у нас голова была овальной формы так я набил и плетем следующий ряд следующим ряду мы плетем по схеме 1 резиночка убавление так мы повторяем 3 раза и в конце ряда мы также пропитаем одну резиночку так смотрите плетем за уже крючок петлю пропитая одну резиночку и следующее дело убавление 1 резиночка убавление 1 убавление и в конце ряда мы пропитаем одну резиночку далее перевешиваю клипс очку и мы с вами спилили этот ряд начинаем так как мы уже плести туловище следующем ряду пропитаем одну резиночку 2 прибавления подряд 2 резиночки по 1 и 2 прибавления подряд так начинаем плетем одну резинку далее два прибавления подряд пропитать первое прибавление аккуратно на резиночке не скользкие петельки расплетаются иногда и при второе прибавление так переодеваем клипсу и и плетом следующий ряд в следующем ряду у плетем уже вплетаем ручки и поэтому плетём интересным образом 2 резинки по 1 далее следующие 2 резинки проватим ручку вдали 4 резинки по 1 и 8 резинки выплетаем ручку и одна резинка до конца ряда плетем так вначале одна резиночка, в следующую петлю одна и смотрите, что мы далее делаем дальше. Далее завожу крючок в следующую петлю, беру ручку и смотрите нам надо завести по две петли крючок. Вот таким образом. Берем резинку и так проплетаем вот так вот в петлю. Далее в следующую петлю завожу крючок и нам надо снова завести под ручку крючок под две резинки. Я вот так вот заложу. Вот так завел и проплетаю резиночку. вот так вот ручка у нас завелась. Далее проплетаю четыре резинки. Первая вторая третья четвертая и далее снова плетаю ручку. Заложу крючок в петлю, заложу крючок в ручку, так, завожу крючок вот по две петли ручки. Завел проплетаю резинку. вот так вот проплетаю. И далее в следующую петлю на туловище заложу крючок, далее заложу крючок в следующую петлю в ручки. Вот так вот. Так, еще раз. И далее в ручки заложу. Две петли в крючок. И проплетаю вместе. Вместе с туловищем. Вот так. Вначале через ручку провожу крючок, а затем через туловище. И проплетаю петлю. И для конца ряда нам нужно проплести одну резиночку. Так, проплели. Вот такой интересный сложный ряд был. Переодеваю клипсу на резиночку, которая у нас на крючке. И далее плетем следующий ряд. Ребята, смотрите, следующие два ряда мы проплетаем по одной резинке в каждую петлю. То есть проплетаем по 10 резинок в каждом ряду. Я думаю, эти ряды вас не затруднят. Вы уже знаете, как их плести. Проплетите их, пожалуйста, самостоятельно и возвращайтесь ко мне. То есть, каждую петлю по одной резиночке. В следующем ряду вот я, смотрите, проплел эти два ряда. Вот так у вас должно получиться. И в следующем ряду мы будем присоединять ножки. Проплетаем две резиночки с ножкой, четыре резиночки по одной. Далее, следующие две резинки с ножкой и три резиночки. до конца ряда. Смотрите, как мы делаем. Завожу крючок в первую петлю и у нас тут нам надо присоединять ножку. Так, давайте приложим ножку к мишке и нам надо ее присоединить. Так, смотрите, завожу крючок, так, у меня тут ручки мешают мишке, под под вот эти две петли. Вот. Тут, конечно, узелок не очень просто, но постарайтесь завести. Ну, или просто под верхушку заведите и проплетаю вначале. Вначале проплетаю ножку, а потом туловище и проплетаю обычную петлю. в следующую петлю завожу крючок и нам снова надо завести под ножку петельки крючок. завел и проплетаю вместе ножку и туловище. Конечно, это не сильно просто, но все-таки реально. Далее следующие четыре резиночки мы проплетаем по одной. Так, проплетаю первую резинку, в следующую петлю проплетаю вторую резинку, третью и четвертую. Далее мы снова присоединяем ножку. Заложил под петлю крючок, беру ножку и точно таким же образом это делаю. Так, заложил под две петли первые, проплетаю вместе ножку с туловищем. Вначале резиночки ножки и потом туловище и проплетаю обычную петлю. И далее следующую петлю под туловище завожу крючок и далее следующую петлю ножки также завожу крючок лапки ножки как хотите можете называть и проплетаю вместе. Конечно, довольно-таки сложно это плетется, но вы у меня умнички и я надеюсь то, что у вас тоже получилось присоединить и ножки и ручки и далее следующие три петли мы проплетаем по одной резиночке в каждую петлю раз два и три проплели этот ряд перевешиваю клипсу петли я в каждую петлю и мы не